ремонт телефон black view модель сейчас мы увидим батарейкой наверное так модель у нас a7 pro проблема не заряжается как появляется берем порядку подключаем видимо питание 0 если пошевелить что-то проскакивает будем делать для начала телефон следует разобрать так как я его еще не разобрал имеем пломбы заводские телефон у нас не вскрывался мы будем первыми не знаю какой там разъем хоть и молты разные скорее всего разъем стандартный китайский сейчас посмотрим вот видим вам бузовскую вот тут у нас почему-то все на бульта я как будто кто-то отклеивал уже но может быть на заводе так приклеена болтов накрутили даже слегка и наверное так все в сторону берем полку ковырялку и начинаем отщелкивать также вот тут фиксатор отстегиваем так что имеем имеем обычный китайский разъем 5 пиновый который судя по всему у нас припаян ну хреново так как у нас в разбитый мы поменяем отстегиваем шлейф отстегиваем шлейф отстегиваем коксиальник и наверно мы отклеим все таки вибра чтобы его не отпаивать сам сама плата у нас приклеена к корпусу или тоже надо аккуратно не сломав отклеить есть телефон нам больше ни к чему имеем плату имеем цифровой микрофон второй микрофон значит у нас теплота боится температуры будем менять ее с помощью сплава розе включаем паялку как раз пока устанавливаем плату на держать наверно не буду ее зажимать потому что неудобно будет так что надо будет надо сплав розе собираю техника обычная розешка все стерлась уже этой баночке мне уже два года им пользуюсь скотина не кончается плюс у нас тут бакуха бакуха 223 стандарт легкоплавкий припой наш механик что еще но собой термоэкран нам не нужен нужны нам разъем баночка с разъемами нас тут так обычно китайский и и и и у нас в корпус он выходит монтаж у нас посередине так вот есть ну там наш разъем петипиновый контакты есть и по монтажу у нас в принципе все похоже так паялка нагрелась к тому времени ссылки на разъемы кстати оставлю в описании есть очень хороший набор разъемов за приемлемые деньги постоянно беру по 200 рублей очень много всяких разных разъемов качества более-менее кстати паялка кто не видел аида третий год паялки и на себя раз десять так берем наш токсичные розы действительно токсичный мы пользуемся редко так что не страшно и пропаиваем монтажные площадки плюс у нас уже нанесен здесь вот здесь вот уже видим до разъем шатается первый признак неисправности разъем внутри у нас рассыпался так с этой стороны пропаяем и пропаяем интерфейсные контакты вот здесь вот так чтобы ничего от платы не оторвать разъем даже что-то погорячился так и такая взял разы и тратит только полтора вот про что я говорю сплав разы в принципе вот этой баночки полин если ремонтировать каждый разъем много ты как минимум хватает так оплетка можно кстати говоря забыл про оплетку оплетка обычная оплетка китайская самая такая толщина у нас два с половиной можно тоньше просто не было вот здесь два с половиной мы ее в обычной сосновой канифоли маленько смачиваем это чтобы у нас сплав розы лучше всего вообще очень хорошо садится он на сосновый канифоль и весь так не видно да весь сплав розы мы на эту оплетку осаждаем так что с камерой не фокус вернись его так берем сплав розы осуждаем из интерфейсных контактов тоже все так у нас получилось то есть монтажные контакты у нас сквозные интерфейсные у нас чистые почти сейчас еще маленькую есть так кабель падает куда теперь нам нужно наш нашу канифоль смыть этого вот на палочку и запропанул берем без фанатизма чтобы не жреть микрофон мы очищаем наше посадочное место теперь 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 берем припой легкоплавки наш 0 3 миллиметра который и интерфейсные контакты мы провоживаем только интерфейсные монтажные не трогаем так вот проводили теперь берем берем разъем вот так он выглядит так старый извиняюсь новый и будем ему было вот здесь знаете зачем не знаете зачем потому что никто так не делает может быть делает но единицы у нас на разъеме здесь внизу есть шов вот он видно и он расходится вот так если его пролудить разъем ходит дольше и будем ему ноги интерфейсные то есть контакты на ноги так все вот так выглядит продолженное брюхо и интерфейсные контакты слегка проложим берем его и монтируем на плату видим смонтировали дальше берем паяльник припой и пропаиваем одну из ног чтобы не болтался так смотрим здесь у нас все оцентровалось в принципе и вторую тоже для надежности пропаиваем с той стороны я придерживаю чтобы у нас не перекосило не просился разъем все две ноги пропаять берем упой и начинаем пропаивать пропаивать сначала ту которую не пропаяна вообще так потом которая пропаяна чтобы не сместилась вот так тоже самое другую сторону делаем монтажные у нас пропаялись в один из двух сторон объем новый теперь у нас остались интерфейсные контакты их 5 штук мы легким движением паяльника так как у нас там все уже получены просто нагреваем не припой у нас схватывается ну вот и все сейчас контролирую пайку с помощью вот такой лук да пайка отлично не знаю если вот так сделать все пропаялась и чистим от остатков флюса из-за пропадала лишние столы убираем канифоль тоже вставляем так вот мешаем лату к шлейфу так аксианик мешает сутит и аксианик приклеиваем вибро берем аксианик ставим согласно полярности берем шнур микро подключаемся все подключились ничего не трогаем и смотрим на лабораторник видим зарядка пошла вольтаж 5,2 потребление 0,62 ампера очень хорошо заряжается все телефон будет дальше собираться и вращаться клиенту клиент будет очень доволен вам спасибо за просмотр не забываем подписаться на канал ставить лайки и и в описании там находим ссылки на разъемы плюс и